Всем привет! С вами Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на нового персонажа Школы Монстров Хани Свомп! Хани Свомп это болотный монстр. Как я уже говорила, она новый персонаж Школы Монстров и впервые появится в мультфильме Фрайс Камера Экшн, или по-русски Страх Камера Мотор. На передней части коробки мы как раз видим маленькую картинку этого DVD, дата релиза которого запланирована на март 2014 года, то есть уже совсем скоро мы сможем посмотреть мультфильм. Также на передней части коробки мы видим герб Монстр Хай, надпись Монстр Хай. По традиции здесь изображен арт персонажей, и хочу отметить, что кукольный образ Хани мне нравится намного больше арта. Если раньше мне либо одинаково нравились и картинка, и сама кукла, то в данном случае мне кажется, что кукла выглядит добрее и милее в ее кукольном образе. Здесь также есть название коллекции Фрайс Камера Экшн. Оно такое же, как и название мультфильма, но хочу отметить, что эта коллекция разделяется на две серии. Так вот, Хани входит в первую серию, которая называется Хантливуд. Здесь есть это название, соответственно, имя куклы Хани Свомп и то, что она дочь болотного монстра. Помимо самой Хани, в серию Хантливуд также входят Элизабет, Клаудиа Вульф, Вайперин Гаргон, а также известный нам уже персонаж, это Аперетта. Хантливуд, соответственно, это монстряшный Голливуд. И вполне возможно, что все девочки будут представлять какой-то свой дебютный анимационный фильм. Вторая серия коллекции Фрайс Камера Экшн называется Black Carpet, то есть черная ковровая дорожка. В монстряшном мире она, соответственно, не красная, как мы привыкли, а черного цвета. И туда входят четыре куклы. Это Лагуна Блю, Клодин Вульф, Дракулаура и Клео Де Нил. Все девочки принарядились для того, чтобы прийти на премьеру фильма. Кстати, о черном. Вся коробка выполнена в черном цвете. Такое ощущение, что все происходит в темноте, и только цвет софитов и прожекторов освещает происходящее. Соответственно, по бокам тоже есть надписи Монстр Хай, а сзади мы видим тоже надпись Монстр Хай, девиз Монстр Хай, арт персонажа в полный рост, как раз на той самой черной ковровой дорожке в свете софитов. А здесь есть часть ее анкеты и краткое описание коллекции, вернее сюжета мультфильма Фрайс Камера Экшн. Сюжет мультфильма Страх Камера Мотор будет рассказывать о приключениях монстряшек в поисках потерянной королевы вампиров. Для этого у них будет сердце вампира, которое поможет определить настоящую королеву вампиров. Сначала наследницы королевского трона объявили Дракулауру, но все оказалось не так уж просто. Монстряшки посетят Лондон, Новый Горлеан и Хантливуд, пока они идут по следам потерянной королевы, которой, кстати, как я предполагаю, окажется Элизабет. Вот такой интересный и запутанный сюжет ждет нас, даже непонятно, какую роль там будут выполнять новые персонажи, поэтому мы все с нетерпением ждем премьеры мультфильма. А теперь давайте откроем коробку и, наконец-то, пощупаем волосы Ханни Свомп. Наконец-то я их потрогала, так давно об этом мечтала. Они такие необычные и такие какие-то прям пружинищие, объемные волосики. Хочу скорее открепить, но для начала я расскажу про задние коробки, это все та же самая черно-ковровая дорожка. Хочу показать, что вот картинки, они вообще совпадают, только здесь изображен арт-кукла, а здесь уже у нас настоящая кукла, тут вспышки фотоаппаратов. Ну и в комплектацию куклы входит, соответственно, сама Ханни Свомп, ее аксессуары киношные, это хлопушка и камера, и видеокамера, а также здесь есть стандартная расческа и подставка. Забавный факт, что здесь есть расческа, я не очень-то понимаю, как можно вообще расчесать эти кудряшки и стоит ли их вообще трогать. Поэтому расческа здесь, видимо, идет просто так. Ну и, конечно же, у куколки есть ее дневник. Давайте скорее открепим куколку и все подробно рассмотрим. В первую очередь я хотела посмотреть на дневник Ханни. Он черного цвета, здесь есть надпись Monster High, также изображение черепа Monster High в таком в туристическом модном стиле, в розовых очках. На обложке дневника также есть послание от Ханни для тех, кто пожелает прочитать ее дневник. И оно гласит, если ты не хочешь, чтобы я сорвалась на тебе, держи коготки подальше от моего дневника. Вот такая вот дерзкая особа наша Ханни. Давайте посмотрим, что же внутри. Тут ее записи ежедневные. Все это выполнено в виде школьной тетрадки в линейку по русскому языку. Записей очень много. Я не буду сейчас все зачитывать. Хочу только отметить, что я слышала, что в русской версии куклы записей значительно меньше. Поэтому здесь есть, так сказать, что прочитать, узнать про ее повседневную жизнь. Но я все-таки хотела бы уделить внимание одной записи дневника, которая, по моему мнению, важна для понимания образа персонажа. Это запись от 14 мая. В этой записи Ханни рассказывает о том, что она снимает настоящий фильм. Причем фильм она называет не муви, а буви по-монстрешному. Свой фильм Ханни снимает на болоте, где она, собственно, выросла и родилась. Главной ее задачей является выследить корабль-призрак, который является только исключительно в полнолунии, и то не всегда. Но Ханни очень сильно верит в свои силы и уверена, что она терпеливая, и у нее обязательно получится его найти. И этот корабль станет основной фишкой ее фильма, и такая необычная и сказочная тематика обязательно принесет ей успех и признание. Еще я слышала, что этот корабль не просто корабль-призрак, на нем раньше был театр, и голоса актеров и всяких известных личностей до сих пор эхом разлетаются по всему болоту. В общем, жди, Хантливуд, новая восходящая звезда кинематографа наступает. Ну и, как обычно, в конце дневника есть анкета с информацией о монстряшке, и сейчас я об этом вам расскажу. Ханни Свомп является дочерью болотного чудовища. Этот чудовище, этот болотный монстр, что-то вроде Лохнецкого чудовища, только тот жил в озере, а этот в болоте, в штате Луизиана, США. И был замечен несколько раз, начиная с 1963 года. Ну, не то чтобы замечен, а якобы был замечен, потому что фотографий папочки, к сожалению, нет. Ну, по крайней мере, мне не удалось их найти. Коренные жители этих мест, индейцы, знают очень много легенд, но самая распространенная легенда появления этого монстра такова. Считается, что на территории болот Хани Айленда когда-то потерялись дети. Их вырастили аллигаторы, ну, то есть крокодилы. В итоге, эти дети стали частью стаи, и появилась новая популяция монстров, полукрокодилов, полулюдей. В общем, индейцы считали, что эти монстры настоящие кровожадные убийцы, и во всех грехах винили именно их, и очень-очень верили в их существование. Вообще, папочка нашей героини, это огромное существо по 2 метра ростом, весом около 200 килограмм. В общем, прародитель нашей Хани какое-то страшное чудовище, и в отличие от него доченька совсем другая. Во-первых, она изящная, во-вторых, она красивая, но и самое главное, Хани, в отличие от своего папочки, научилась направлять энергию в мирное русло. Она занимается фотографией и кинематографом, а еще она очень добрая и умеет дружить. Поэтому я уверена, что и с ребятами из школы монстров она найдет общий язык. Хани 115 лет, но не пугайтесь, это в летоисчислении болотных монстров. Хотя, хочу вам сказать, что ее лицо все-таки выглядит как-то постарше и помудрее других учеников школы монстров, но это мне так кажется. Первая часть ее имени связана, нет, не с медом, как вы могли подумать, и как я сначала подумала, потому что, как мы знаем, в переводе с английского хани это мед. Хотя она девочка, конечно, сладенькая, но все-таки первая часть ее имени пошла от папы, который, соответственно, чудище из Хани Айленда. Ну, а вторая часть, свомп, означает в переводе с английского болота. Ну, здесь все понятно, потому что Хани жительница болота. Хани настоящая южная красавица. Она родилась и выросла в Новом Горлеане. Ее любимое занятие это фотографирование. При этом она говорит, что она не хочет стать фотографом, а уже им является. Но при этом она не забывает совершенствоваться и постоянно узнавать что-то новое. Ну и судя по ее планам насчет фильма, она не просто фотограф, но еще и начинающий и амбициозный режиссер. А еще Хани ненавидит спешку. Если вы хотите пойти куда-нибудь вместе с Хани, то ей нужно об этом сказать очень и очень заранее, потому что ей нужно много времени на подготовку. Представляете, просыпается она у себя в болоте с примятыми волосами, а ей говорят, все, пошли гулять. Конечно же она не пойдет, ей нужно быть совершенством. Ей нужно проснуться, накраситься, уложить свои прекрасные кудри в свою объемную прическу. И только тогда она может выходить в свет, вылезать из своего болота. Ее любимый предмет монстряшная кинематография. Она очень любит читать всякие подсказки и советы, которые ей помогут достичь совершенства в своей профессии. Ее нелюбимый предмет монстряшное домоводство. Она говорит такая ему, дорогуша, я и так умею готовить. Ты не сможешь научиться готовить ни один классный рецепт всего лишь за один час. В общем, Хани продолжает показывать свой характер, но повторюсь, мне кажется, у нее для этого есть все основания, потому что я читала в ее дневнике, что она правда просто безумно круто готовит. Ее любимые цвета? Зеленый и желтый. Ну, с зеленым все понятно. Болото, там все дела. А вот желтый, конечно, я немного задумалась. Но, скорее всего, этот цвет ассоциируется у меня с цветом желтой кувшинки. Хотя в образе куколки нет вообще желтого, но зато кувшинок много. Ее любимое блюдо? Мертвые бобы, хотя я полагаю, что имелись в виду, может быть, сушеные бобы. Еще она любит рис и джамбалайо. Это что-то наподобие плова, но это креольское блюдо на основе риса. Вот такое умное определение. Я уж не знаю, где она на болоте такие языки находит, но поверим. Ее лучшие подруги? Клодия Вульф и Вайперин Гаргон. Или Вайперин Гаргон. Я пока что не знаю, как правильно читается. На одном сайте я даже видела Вайперина. В общем, как обычно предлагаю, сильно не заморачиваться по поводу произношения. Мне нравится говорить Вайперин Гаргон. А еще мы можем догадываться, но не можем знать наверняка, потому что мультик еще не видели, что Ханни может быть подругой Аперетты, потому что они родом из одного и того же города. Волосы и кожа Ханни красивого аквамаринового цвета. Но начну я, пожалуй, с волос. Волосы Ханни это моя самая любимая часть этой куколки. Когда я увидела ее впервые, я просто влюбилась в этот образ безумно необычный именно из-за этой классной прически. Прическа сделана в стиле афро, то есть представляет собой объемную пышную прическу, состоящую из множества-множества мелких кудряшек, которые красиво обрамляют ее лицо. Причем волосы не одного цвета, а двух цветов, то есть более темного аквамаринового цвета и более светлого. Аквамариновый цвет можно назвать по-другому, как голубо-зеленый, так в принципе проще понимается, но слово аквамариновое однозначно очень красивое, и мне нравится называть этот цвет таким образом. Сзади светлых кудряшек почти не видно, то есть практически все темно-зеленого аквамаринового цвета. Ну а спереди есть вот эти вот замечательные светлые кудряшки. А на волосах также имеется ободок с шляпкой. Этот ободок как будто бы немного убирает волосы с олба, они не падают куколке на лицо. Таким образом у нее открыто личико, и ободок смотрится очень милой, особенно эта шляпка. Она пастельного розового цвета, и на ней есть маленькая кувшинка сбоку. Шляпка придает образу куколке такой девчачий вид, и очень не идет. Теперь внимательно рассмотрим лицо куклы. Описание лица куклы я хочу начать именно с ее глаз, потому что глаза Хани это ее особенность. Глаза Хани представляют собой глаза крокодила, потому что, как мы помним, она дочь болотного монстра, то есть получеловека-полукрокодила. Глаза у нее имеют ромбовидные продолговатые зрачки, радужка глаз зеленая, и она не одного цвета, а есть еще черные тоненькие полосочки. В глазах Хани можно смотреть, долго вглядываться, они просто невероятные, мне кажется. Плюс ко всему макияж тоже необычный. Во-первых, у нее фиолетовые брови. Сам макияж выполнен в тонах, которые гармонируют со всей остальной внешностью. То есть у нее есть розовые тени, они, соответственно, гармонируют с шляпкой и другими аксессуарами. Вокруг глаз идут тени аквамаринового цвета, темного, которые тоже гармонируют и с волосами, и со всем образом в целом. Ну и, соответственно, у Хани есть реснички с верхней и нижней части века и черная подводка. Далее хотела бы обратить внимание на нос куклы. Он у нее достаточно большой и не очень-то изящный по сравнению с другими куклами Монстр Хай. Ну, я хочу сказать, что такой носик ее не портит. И, несмотря на то, что он большой, он ей очень идет, и личико у нее все равно остается очень милым. Зато она не похожа на других, и это один из огромных плюсов кукол Монстр Хай, что лица у них абсолютно разные у всех. Ну и, наконец, у нее красивые губы, окрашенные в розовый цвет. На розовых губках Хани видны множественные маленькие беленькие крокодильные колычки. Они вроде бы такие с виду безобидные и мелкие, но я уверена, что они очень острые, и что наша милая девочка в случае необходимости сможет постоять за себя. Уши у Хани обычные, человеческие, в них есть красивые жемчужные серьги. Причем сережки не совсем простые, если приглядеться, в них можно увидеть изображение злобной мордашки, выдавленное прям такое. Не знаю, скорее всего, его не видно на камере, но оно тут есть. В комплекте с серьгами у Хани также имеется браслет на правой руке, состоящий из мелких жемчужинок, и они тоже не ровные, в них есть тоже вот эти маленькие мордашки страшненькие. Платье Хани вроде бы простенькое, но в то же время сделано со вкусом, и у него есть интересные фишечки. Давайте начнем по порядку, посмотрим верхнюю часть платья, которая представляет собой светло-фиолетовую кофточку. Кофточка без рукавов, у нее есть кружевной воротник черного цвета, также посередине идет атласная лента с белыми буговками, но на самом деле это имитация пуговок, и кофточка спереди не расстегивается. Также маленькая атласная ленточка отделяет кофточку от юбки. Теперь давайте посмотрим на юбку. Мне безумно нравится юбка Хани, во-первых, за то, что она сделана из такого классного плотного материала, он шелковистый и блестящий. Ну и еще, конечно же, нельзя не заметить на юбке цветы, много-много цветов. Причем я предполагаю, что это кувшинки, скорее всего, потому что юбка у меня ассоциируется с болотом, а на болоте всегда есть кувшинки. Просто в воображении Хани они розового и фиолетового цвета. Также есть какие-то ответвления, все это покрывает юбку, но цветы снова необычные, на них есть какие-то страшные мордашки опять. Ну, они не на что бы страшные, просто зубастые, а глазки вроде бы миленькие. Подол юбки асимметричный, он как будто бы рваный, хотя ассоциаций здесь может быть множество. Вот мне нравится ассоциация, что это какая-то болотная тина или стекающая вода, как будто бы Хани вот вылезает из своего болота, тут какие-то цветочки, водоросли у нее зацепились. Или вообще можно считать, что вся эта юбка представляет собой болото, красивое монстряшное болото. Только в монстряшном мире болото такое симпатичное и вызывает такие приятные ассоциации. Ну и, конечно же, подъюбник это то, что придает этой юбке пышность. Подъюбник здесь тоже необычный, он представляет собой черный мех. Ну и, конечно же, расскажу про поясок Хани, он точно такого же пастельно-розового цвета, как и ее шляпка и прекрасно с ней гармонирует. Сам по себе поясок представляет собой опять-таки свисающую морскую тину, какие-то вот такие вот асимметричные свисающие капельки. И по бокам этого пояса мы снова видим маленькие цветочки. Я так предполагаю, это снова кувшинки. И опять они не обычные, а с мордашками. Может быть, это просто кувшинки, они на самом деле живые у нее на болоте, и поэтому они и здесь с мордашками. Туфли Хани самые необычные из всех необычных туфлей, потому что они представляют собой крокодильчиков. Туфли крокодила уже звучат круто, тем более они у нее пастельно-розового цвета. Так это странно, сочетание несочетаемого прям. Вот посмотрите, например, на каблук этих туфель. Он, во-первых, прилегает к основной части туфель, и представляет собой хвостик крокодильчика с шипами, и он такой вот загнутый. Так одновременно мило и странно, и ужасно. А еще сама туфелька, это мордочка крокодила. Сбоку туфельки мы видим зубы крокодильчика, а также его глазик. Я очень надеюсь, что это не настоящий крокодильчик, что он не разговаривает со своей хозяйкой. Сами туфли закрытые, с перепоясанкой, но, конечно, обычными их, ну, вообще никак не назовешь. И я очень надеюсь, что, правда, при производстве этих туфелей ни один крокодил не пострадал. А еще у Хани не совсем обычные кисти рук. У нее есть перепонки, как у крокодильчиков. А еще эти ручки напоминают мне руки Лагуны Блю. Как я уже говорила, Хани очень интересная и необычная кукла, и это еще не все ее классные фишки. У нее есть еще одна особенность. У нее очень интересное тело. Тело Хани просто уникальное и неповторимое. Оно покрыто выпуклыми рисунками. Многие называют это шрамами, но мне больше нравится называть это выпуклыми рисунками в форме водорослей, потому что я себе представляю, что ее ножки, ее ручки обрамляют те самые водоросли из болота, где она обитает. Причем это смотрится очень красиво и необычно. Когда я открыла куклу, мне сразу захотелось пощупать эти места на куколке. И сейчас я хочу снять платье, чтобы посмотреть узоры под платьем. Я читала, что там тоже есть что-то интересное. Так что давайте посмотрим. Ну вот я раздела куколку, и как я предполагала, под платьем видно очень много тех самых красивых узоров. Они у нее есть на животике, на левой руке, даже на кисти, на ее левой ножке, начиная с бедра, в районе коленочки. Здесь прям очень много водорослей у нее. На правой ножке тоже есть узоры. И на правой ручке тоже есть чуть-чуть. Ну и, наконец, есть узор, красивый, нисходящий с ее шеей. На спине у нее есть точечки, которые формируют две линии, сходящиеся к низу. И тут у меня два варианта. Либо это какие-то остатки скелета крокодилов, которые не умещаются в теле человека и немножко вот здесь вот торчат. Либо это просто какой-то вот узор. Но, скорее всего, это как-то связано с крокодилчиком. А еще я заметила такую милую деталь. У Хани не совсем обычные трусики. У других куколок они а в точечку, а у Хани трусики как будто бы кружевные. Ну и, наконец, расскажу про аксессуары, которые идут вместе с куколкой. Во-первых, это хлопушка. Хлопушка это известная по всему миру табличка, которая щелкает перед тем, как начать снимать. И кричат при этом, ну в нашем случае кричат «Страх! Камера! Мотор!» И щелкают вот так. Ну не очень громко получается, но, видимо, для монстряшных съемок достаточно. Вообще, эта табличка не просто красивые аксессуары, действительно нужная штука. Она служит специальным инструментом, который синхронизирует вместе звук и изображение во время съемки. Оказывается, звук и изображение записываются на разные носители, и именно вот этот вот громкий звук позволяет впоследствии грамотно их соединить вместе. А еще эта хлопушка нужна для систематизации данных, потому что на ней изображены номера отснятых сцен и дублей. Но так как у нас монстряшная хлопушка, то вместо номеров отснятых сцен у нас гробики. Здесь есть какие-то подтеки, надпись «Монстр Хай», а еще на этой хлопушке мы видим зубы крокодила. Ну куда же без крокодилей тематики? У Хани сломб, она повсюду. С обратной стороны хлопушки есть ручка, которая позволяет вложить эту хлопушку в руку монстряшки. Ну и, наконец, последний аксессуар — это видеокамера. Она серого и черного цвета. Вроде бы камера достаточно обычная, но все-таки на ней есть какая-то монстряшная фишка — это выпуклый принт в форме паутины. Ну и, конечно же, у камеры есть ручка, которая позволяет Хани ее держать и снимать свои классные фильмы. Весь образ Хани как будто бы состоит из контрастов, и мне кажется, она очень любит это, потому что в ее образе присутствуют милые пастельные цвета, шляпка, кружево, но в то же время какие-то страшненькие мордочки и туфли-крокодилы. Казалось бы, получается сочетание несочетаемого, но в образе Хани при этом все смотрится гармонично. Надеюсь, вам понравилось наше знакомство с новым героем школы монстров Хани Свомп. Мне лично Хани безумно понравилось, и я жду, не дождусь мультфильм, чтобы узнать персонажа еще лучше и узнать, какие же будут у девчонок приключения. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Чаще улыбайтесь, любите котиков. Всем пока!